Лорел Роджерс вышла из своего дома в Порт-Орлендж, штат Флорида, около 8 часов вечера в понедельник 1 февраля 2010 года. Она намеревалась уйти всего на несколько часов. Её брат, Джон Питерсон, наблюдал, как 28-летняя девушка схватила сумочку и направилась к входной двери. Уходя, Лорел попрощалась со своим братом. Он понятия не имел, что больше никогда её не увидит. Хотя Лорел была взрослой, её мать, Лоретта, сразу же забеспокоилась, когда она не вернулась домой в ту ночь. У Лорел была диагностирована волчанка, когда ей было 16 лет, и она принимала несколько рецептурных лекарств, чтобы справиться с этим заболеванием. Она также принимала лекарства, чтобы притупить хроническую боль от фибромиалгии. У неё не было с собой этого лекарства, когда она выходила из дома. Когда на следующий день от Лорел не было никаких известий, Лоретта позвонила в полицейское управление и сообщила о пропаже своей дочери. У Лорел был с собой сотовый телефон. Получив доступ к его местоположению, было установлено, что последний раз телефон был активен в Нью-Порт-Ричи, более чем в трёх часах езды от её дома. Было неясно, находилась ли Лорел в том же районе, что и её телефон. 2 февраля в 18 часов 43 минуты телефон Лорел использовался для звонка одной из её подруг, но звонила не Лорел. Мужчина, который сказал, что его зовут Джамал, утверждал, что Лорел оставила у него свой телефон. Джамал сказал, что Лорел ушла с двумя неизвестными мужчинами. Это был последний раз, когда использовался сотовый телефон Лорел, вскоре после этого он был выключен. В четверг полиция обратилась к местным средствам массовой информации с просьбой о помощи в поисках пропавшей девушки. Поскольку машина Лорел в то время была в ремонте, Джон предположил, что его сестру забирал один из её друзей, но он не видел, чтобы она садилась в какую-либо машину. Следователи опросили многих друзей Лорел, но никто из них не забирал её в ту ночь. Семья девушки отчаянно пыталась найти её, отметив, что ей грозит отказ органов, если она слишком долго будет обходиться без лекарств от волчанки. Надеясь благополучно вернуть Лорел домой, через четыре дня после того, как она пропала, друг семьи объявил, что они предлагают вознаграждение в размере пяти тысяч долларов за информацию о местонахождении девушки. Лоретта рассказала журналистам, что у неё с дочерью были очень близкие отношения. Они были больше, чем просто мать и дочь, они были лучшими подругами. Она описала Лорел как радостную и доверчивую молодую девушку, которая тщательно относилась к приёму лекарств и никогда бы добровольно не оставила их, если бы планировала надолго уехать из дома. Лоретта опасалась за безопасность дочери и умоляла всех, у кого есть информация о её местонахождении связаться с семьёй или полицией. В течение первой недели, когда девушка пропала, Лоретта и друзья семьи сделали плакаты о пропаже и расклеили их во всем городе, надеясь, что кто-нибудь позвонит и сообщит о местонахождении Лорел. 10 февраля капитан полиции Порт Орендж объявил, что следователи полагают, что Лорел отправилась вечером 1 февраля, чтобы купить запрещенные вещества. Её мобильный телефон зазвонил возле бара, где, как сообщается, она встречалась с подругой вечером того дня. Детективы всё ещё пытались точно определить, что случилось с Лорел после того, как она ушла из дома. Усложнял расследование тот факт, что запрещенные вещества были потенциально замешаны в этой истории. Известно, что некоторые друзья Лорел злоупотребляли отпускаемыми по рецепту лекарствами и неохотно сотрудничали с полицией. Семья девушки открыто говорила о том, что она иногда боролась с зависимостью и в дополнении к назначенным ей лекарствам она незаконно покупала лекарства, отпускаемые по рецепту у дилеров. Лоретта обвинила врачей, которые начали назначать её дочери сильные обезболивающие препараты. Детективы подтвердили, что они опросили нескольких врачей в связи с исчезновением Лорел, но не стали называть никаких имён. Через несколько месяцев после исчезновения Лорел они совершили налёт на офис доктора Рахмана, которого обвинили в управлении фабрикой по производству таблеток. Лорел когда-то работала на этого доктора Рахмана, хотя считалось, что он не связан с её исчезновением. Он, вероятно, сыграл свою роль в её пристрастии к обезболивающим таблеткам. 22 февраля полиция опубликовала фотографию Лорел, сделанную камерой наблюдения в магазине в ночь её исчезновения. Хотя полицейские не указали название магазина, они указали, что это последнее известное изображение пропавшей девушки. Через 4 месяца после исчезновения Лорел не было никакого прогресса в её поиске. Стремясь оживить расследование, полиция объявила, что предлагает вознаграждение в размере 10 тысяч долларов за информацию, ведущую к её местонахождению. Это было в дополнение к 5 тысячам долларам, предложенными семьёй. Лоретта надеялась, что новая награда поможет наконец вернуть её дочь домой. На пресс-конференции она сказала журналистам, мы просто хотим вернуть её домой, и нам нужна вся возможная помощь, которую мы можем получить. Сообщество просто должно быть вовлечено в её поиск, чтобы помочь распространить её имя и её фотографию. В октябре 2010 года семья Лорел разместила стенд на ежегодном фестивале, чтобы привлечь внимание к этому делу. Они раздавали листовки о пропавших всем, кто проходил мимо, надеясь, что кто-нибудь сможет дать подсказки, необходимые для поиска Лорел. Первая годовщина исчезновения Лорел прошла без каких-либо новых событий в этом деле. Следуя полученной наводке, следователи обыскали местный пруд в мае 2011 года, но не нашли ничего имеющего отношения к расследованию. Хотя семья Лорел делала всё возможное, чтобы её дело было в центре внимания общественности, оно мало освещалось в средствах массовой информации. Чтобы попытаться привлечь внимание к её исчезновению, Департамент правоохранительных органов Флориды выбрал дело Лорел для размещения на электронном рекламном щите в сентябре 2011 года. Несмотря на дополнительную информацию, следователи получили мало подсказок. Лорел, надеясь привлечь внимание к факту, что её дочь всё ещё числится пропавшей, но было ясно, что расследование зашло в тупик. Хотя представитель полицейского управления заявил, что дело всё ещё активно расследуется, многие друзья Лорел по-прежнему отказывались сотрудничать с полицией. В 2013 году Лорел не выдержала, обращаясь к толпе граждан. Она сказала, что кто-то должен был знать, где её дочь, и отметила, что семья никогда не перестанет её искать, пока она не вернётся домой в целости и сохранности. К февралю 2015 года Лорел считалась пропавшей уже пять лет. С момента её исчезновения на её мобильном телефоне или банковском счёте не было никакой активности, и нет никаких доказательств того, что она когда-либо принимала какие-либо лекарства от волчанки в этот период. Без них её прогноз был мрачным, но Лоретта продолжала надеяться, что её дочь всё ещё жива. В феврале 2022 года Лоретта призналась, что легче ей не стало. Она поблагодарила свою веру в Бога за то, что Он дал ей силы, необходимые для продолжения поисков её дочери. Она по-прежнему убеждена, что в этом районе есть люди, у которых есть ключ к поиску Лорел. Она умоляет общественность держать глаза и уши открытыми, поскольку всего одной подсказки может быть достаточно, чтобы раскрыть дело. Ведущий детектив заявил, что они продолжают следить за всеми полученными подсказками, но ещё не добились каких-либо существенных результатов в расследовании. Была предложена награда в размере 30 тысяч долларов за информацию, ведущую к местонахождению Лорел. А что думаете вы? Оставляйте ваши версии в комментариях. Спасибо за внимание и до скорого!